Ну что ж, ребята, всем привет! Как ваши дела? Мы рады вас сегодня видеть на нашем первом онлайн-день открытых дверей в качестве наших зрителей, онлайн-зрителей. Ну что ж, сегодня действительно первый раз мы проводим онлайн-день открытых дверей. Так, нас слышно? Можно сперва ответить, спросить у вас, слышно ли нас? Алло! Раз-раз, слышно? Нас только, да, нас слышно стало? Да, написали, слышно. Так, слышно. Давайте еще раз для тех, кто нас не слышал. Приветствуем вас всех на первом дне открытых дверей. Меня зовут Артур. Меня зовут Асем, и мы рады вас всех видеть сегодня. Да. Сегодня вот такой вот волнительный момент впервые. Действительно, мы стараемся сейчас дать контент в режиме онлайн, в Ютубе. Стоило очень много сил для нас. Вот. Давайте, в общем, сейчас перейдем. Пока у нас люди собираются. У нас уже более ста человек. Расскажем вам, как мы проведем сегодняшний день открытых дверей. Мы понимаем, что многие из вас уже видели нас на КБТУ Дэй. Возможно, приходили к нам в университет и, правда же, видели наши презентации. Вот. Сегодня мы также покажем вам презентацию, но в более коротком виде. Дадим вам общую информацию. Еще раз напомним, кто мы, кто мы есть, какие у нас есть образовательные программы, факультеты и так далее. Также мы не будем останавливаться очень, как сказать, не будем много придавать внимания нашим факультетам и образовательным программам. Почему? Потому что после нашей трансляции начнутся онлайн-встречи с нашими деканами. Сегодня наши деканы тоже онлайн. Сегодня они вместе с нами. И они готовы провести с вами пару часов, рассказать вам о факультетах, о всех образовательных программах, о тестах, о всех дисциплинах, траекториях обучения и так далее. То есть мы со всеми сейчас расскажем вам, в общем, про университет, про все новости, а деканы уже более подробно расскажут вам про их специальности. И, конечно же, в конце нашего эфира мы объявим результаты нашего конкурса и подарим крутые подарки КБТУ. Да. Если вы все еще не участвовали в нашем конкурсе Instagram, давайте берите телефон, и у вас еще есть время до конца нашей трансляции, буквально час-полтора, как бы зарегистрироваться на наш конкурс. Что еще хотелось бы сказать? То, что сейчас мы больше бы хотели ответить на ваши вопросы, нежели чем рассказывать про наш университет, про презентацию нашего университета. Поэтому сейчас кто еще присоединился, пожалуйста, в комментариях, вот мы видим ваши комментарии, пишите, откуда вы и какие профильные предметы выбираете. И если вы уже студенты, собираетесь на магистратуру, пишите, с какого вы города и вуза. Также, кроме наших деканов, сегодня у нас будет директор департамента послевузовского образования, тоже онлайн, рассказать вам про поступление на магистратуру и докторантуру, ребята. Все ссылки сейчас в описании. Возможно, они сейчас недоступны, но они включатся сразу после того, как мы закончим нашу трансляцию. Вот. Сейчас вы пишите, откуда вы, пишите какой профильный предмет в комментариях. После, в течение всей нашей презентации, вы можете спрашивать все свои вопросы в комментариях, писать все вопросы в наших комментариях. И именно в чате, не в комментариях, ребята, в чате. Пишите вопрос в чате, после презентации мы начинаем отвечать на все ваши вопросы. На некоторые вопросы будут отвечать наши сотрудники, которые также находятся в нашем чате, ребята. То есть, следите за чатом. Если что-то вдруг мы не ответим, то значит, вам скорее всего ответят на ваш вопрос в чате. Ну что ж, сколько нас человек. Интересно. Так, давайте начнем нашу презентацию. Все внимательно включаем наушники, включаем громкость. Ребята, если нас не очень слышно, пожалуйста, сделайте погромче. Бывают какие-то технические неполадки и так далее. Не отключайтесь, мы обязательно решим проблему. Вот. Зовите своих друзей, не забывайте про это. Ну что ж, начнем. Что же такое КБТУ? Ну что ж, ребята, здесь информация о том, кто мы есть, сколько нас. КБТУ был основан в ноябре 2001 года по указанию первого президента Республики Казахстана Рустана Абишича Назарбаева вместе с сотрудничеством с представительством Великобритании в Казахстане для более, так скажем, для расширения сотрудничества между Великобританией и Казахстаном в плане образования. На данный момент у нас учатся 3200 человек. У нас полное поле язычия, значит, мы обучаемся на английском языке. Все наши программы, которые вы сегодня увидите, все факультеты, которые мы расскажем сегодня, все они учатся на английском языке. Что у нас сделать уникальными? Уникальными нас делают, конечно же, рейтинги и аккредитации, про которых сейчас Осем вам подробнее расскажет. Ну и, конечно же, факультеты. У нас на данный момент открыты 11 факультетов. Чуть более подробно мы перейдем далее. Наш университет на протяжении 9 лет является номер один техническим вузом согласно рейтингу НКОКО. Также наш университет прошел множество международных и национальных аккредитаций. Не только наш университет, но и все наши образовательные программы. Все наши аккредитации сейчас будут написаны под каждым факультетом, точнее, под слайдом, где есть наши факультеты. Это такие аккредитации, как СИМА, СИФА, СИСЕ и так далее. Если говорить про профессорско-преподавательский состав, можно сказать, что в рейтинге QS, это международный рейтинг по количеству, по содержанию иностранных преподавателей, мы всегда входим в топ-10 по количеству именно иностранных преподавателей. КБТУ сегодня это более 160 профессоров и преподавателей. 30% преподавателей это иностранцы. И более 40 приглашенных заурбежных профессоров в год у нас. Это все про профессорский преподавательский состав. Ну а самое главное достижение каждого университета, да, это успех его выпускника. Мы уже выпустили более 6 тысяч выпускников КБТУ. Из них трудоустроены более 98%. Ниже вы на слайде видите наших успешных выпускников, которые работают в мировых компаниях, как Facebook, Шлюмберже, Twitter, Google, Booking.com, Microsoft и так далее. Также рядом мы указали наших работодателей. Это как казахстанские, так и мировые компании. Каждый год мы проводим ярмарку вакансий, где как раз таки данные компании предоставляют свои стажировки и, конечно же, вакансии. Да, на вопрос, можете ли вы в другие компании подать практику, стажировку, например, самолично, да? Да, конечно. Все дороги для вас открыты. Если вдруг вы не захотите пройти стажировку трудоустройства в компании, которую предлагает наш центр, то вы, конечно же, можете сами подать в любую компанию, которую вы захотите. Мы полностью будем вас поддерживать, напишем, какие нужны письма, дадим, какие нужны документы, чтобы вы могли спокойно проходить практику и стажировку. А можно, секундочку, отмечу? Тут нам пишет Сейчас мы будем потихоньку переходить к факультетам. Как вы видите на экране, здесь мы отметили наши здесь 10 факультетов, но 8 из них являются факультетами, которые выпускают бакалавриат. Остальные, здесь вы видите, есть еще 2 факультета. Они выпускают только магистратуру и докторантуру. Ну, давайте начнем рассказывать про наши факультеты. Первый факультет – это факультет энергетики и нефтегазовой индустрии. Очень популярный факультет в нашем университете. Если говорить про образовательные программы, то здесь мы видим, что на бакалавриате есть такие образовательные программы, как бурение нефтяных и газовых скважин, проектирование газопроводов и газохранилищ, и разработка нефтегазовых месторождений. Опять же, сейчас мы не будем углубляться в профессии, дисциплины, вопросы про траекторию обучения и так далее. Подробнее вам расскажет наш декам. Что хочется отметить? То, что на этом факультете есть магистратура и докторантура. То есть, после того, как вы закончите бакалавриат, вы таким же успехом можете поступить и на магистратуру, и на докторантуру. Также здесь отмечена аккредитация агентства «Энколокл», что говорит о том, что наша образовательная программа в данном факультете аккредитована данным агентством, и она как бы котируется в Казахстане и вообще во всем мире. Если говорить про трудоустройство, то здесь такие популярные, такие трендовые компании, как «Казмунайгаз», «Тенгиз Шевройл», «Казтрансойл» и так далее. Очень много вариантов трудоустройства не только в Казахстане, но и за рубежом. Также вы видите наши достижения и лаборатории. Чуть подробнее вам расскажет Тикан. Наш следующий факультет – это факультет геологии и геологоразведки. Данный факультет ведет подготовку специалистов по двум программам. Это получается бакалавриат и магистратура по образовательной программе геологии и разведке месторождения полетских ископаемых. На этом факультете также присутствует аккредитация агентства НКОКО. Есть и лаборатории, вы видите сейчас на нашем слайде. Также достижения студентов. Студенты всегда у нас участвуют в различных конкурсах, научных проектах. И также снизу у нас еще и указаны компании. Как уже Артур ранее отметил, это реально крутые, мировые, такие отечественные компании, как «Казмунайгаз», «Тенгиз Шевройл» и так далее. Мы переходим дальше к следующему нашему факультету. Это факультет информационных технологий. Факультет информационных технологий – это самый большой факультет, самый популярный, можно сказать, факультет в нашем университете. Мы знаем сейчас, как развиваются информационные технологии в Казахстане, да и во всем мире, взять даже просто силипоновую долину. Какие образовательные программы здесь есть? Во-первых, здесь мы выпускаем и по бакалавриату, и по магистратуре, и по докторантуре. В бакалавриате есть такие образовательные программы, как информационные системы, вычислительные техники и программные обеспечения, автоматизации и управления. То есть, поступив на данный факультет, поступив на группу образовательных программ информационные технологии, вы сможете выбрать одну из трех данных образовательных программ. Также вы можете пройти магистратуру по образовательным программам информационной системы, также и вычислительным техникам программного обеспечения. И позже, конечно же, можно еще поступить на докторантуру. Если говорить про аккредитации, то также все наши специальности в этом факультете занимают передовые места в рейтингах НКОКО. Мы имеем данную аккредитацию. И, конечно же, это международное аккредитационное агентство АБИТ. Мы первыми и, наверное, сейчас единственными, кто получил в Центральной Азии данную аккредитацию. Про трудоустройство. Наверное, сейчас излишне говорить, насколько востребованы специалисты в области IT. И в каких компаниях их можно трудоустроить. На самом деле, все наши студенты расходятся как пирожки на рынке, очень горячие пирожки на рынке. То есть, все компании приходят к нам и за IT-шниками, и нефтяниками, и менеджерами, и так далее. Очень много возможностей дальнейшего трудоустройства. Мы идем далее. Наш следующий факультет, бизнес-школа, это у нас экономический факультет, который готовит лидеров в области бизнеса и промышленности. Тут программы идут бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На бакалавриате идут такие образовательные программы, как финансы, менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, project management и, конечно же, программа BEST. BEST – это программа, которая охватывает в себе экономику, социальные науки и технологии. Кстати, стоит отметить то, что данный факультет 21 мая будет проводить свой вебинар по образовательной программе «Бухгалтерский учет и аудит». Если вы еще не успели зарегистрироваться, то вы можете пройти к нам в Instagram, там есть ссылка. Также снизу у нас указаны образовательные программы по магистратуре и докторантуре PhD. Мы не будем останавливаться, наверное, на трудоустройстве, потому что все компании снизу указаны. Достижения также ребята участвуют в различных конкурсах и программах, научных проектах и так далее. И аккредитации – это SCCA, CFA, CIMA и так далее. Бизнес-школа сейчас тоже является очень популярным направлением среди всех абитуриентов, потому что имеют такие прекрасные образовательные программы, которые очень востребованы на рынке в наше время. Ну и следующий экономический факультет, который у нас присутствует в университете – Международная школа экономики. На данном факультете мы представляем образовательные программы Economics, Economics and Finance, Mathematics and Economics, Data Science and Business Analytics. Как вы видите, здесь можно увидеть и экономическую специальность, и, конечно же, техническую. Это говорит о том, что данный факультет очень разносторонне развит. Ну и главное отличие и, наверное, главное достижение данного факультета – это сотрудничество с университетом Лондона. Это топ-10 экономических университетов вообще в Европе. Мы сотрудничаем с ними, то есть вы можете пройти программу двойного диплома, получить два диплома за четыре года, учась у нас. Более подробно расскажет вам декан нашего факультета. Мы здесь останавливаться не будем. Мы пройдем дальше. Следующий у нас факультет – это Казахстанская морская академия. Это первое и единственное высшее учебное заведение, точнее, да, академия, которая готовит именно моряков международного уровня. Самый главный фактор, наверное, данного факультета – это то, что на третьем курсе ребята могут пойти на практику, морскую практику на целых 365 дней. Образовательные программы данной академии по бакалавриату – это судовождение, судомеханика. В этом году мы открываем образовательные программы по магистратуре, такие как транспортная инженерия и планирование, и также офшорная инженерия и морские перевозки. Аккредитации также есть, да, НКОКа и так далее. Трудоустройство – это не только отечественные, но и зарубежные компании. Достижения студентов также указаны у нас на слайде, а уже подробнее вам будут рассказывать наши деканы. Да, мы идем далее. Переходим к следующему факультету – это научно-образовательный центр химической инженерии. Здесь мы представляем тоже три направления. Это бакалавриат, магистратура и докторантура. По бакалавриату у нас идет химическая технология органических веществ. По магистратуре – химическая технология органических веществ. И здесь мы добавляем еще нефтехимию. По докторантуре – химическая технология как органических, так и неорганических веществ, и также нефтехимия. По аккредитации мы являем, мы аккредитованы такими международными аккредитациями, как БИТЕК, Аймарест и РЭК. Все наши программы аккредитованы, а значит, и котируются во всем зарубеже и в Казахстане. Также мы сотрудничаем с двумя институтами России. Ну и про трудоустройство и дальнейшее развитие вам расскажет наш ТК. Следующий наш факультет – это научно-образовательный центр математики и кибернетики. Данный факультет готовит бакалавров, магистров и докторов Ph.D. по программе математическое и компьютерное моделирование. Математика – это царится всех наук, верно? Поэтому это значит, что те ребята, которые окончат факультет, смогут трудоустроиться в любую компанию, так как математика нужна везде. Да, и не будем забывать то, что здесь математика совместна с программированием. То есть здесь ребята у нас учатся моделировать некоторые процессы, а мы понимаем, что моделирование сейчас – это одна из самых важнейших функций в любой, наверное, сфере. Планирование, моделирование – это все очень важно в наше время. Так, сейчас мы переходим к научно-образовательному центру альтернативной энергетики и нанотехнологий. Данный факультет выпускает по программам магистратуры и докторантуры. По магистратуре – это образовательная программа нано-материалы и нанотехнологии. По докторантуре – это также нано-материалы и нанотехнологии, а также материаловедения и технологии новых материалов, а также металлургия. Что сказать? Конечно же, это очень интересная специальность. Почему? Потому что здесь ребята изучают, находятся в лабораториях с умнейшими, опытнейшими специалистами. И очень сейчас актуальна тема актуальной энергетики. Поэтому, ребята, возьмите в себе в расчет данный факультет. После четырех курсов на бакалавриате все будут дороги открыты вам к данному факультету. Наш следующий факультет – это научно-образовательный центр материаловедения и проблем коррозии. Этот факультет у нас новый, и он ведет свою подготовку только для магистратуры. Там идут следующие направления – химия, металлургия и нефтехимия. В этом году у нас будет открываться новая образовательная программа – это материаловедение и технология новых материалов. Также преимуществом данного факультета является то, что у вас будет научная практика с университетом UTP, который находится в Малайзии. Да, ребята, если вы увидели дублирование данных специальностей, здесь ошибочно у нас ушло на предыдущий слайд, как раз-таки специальность, которая открывается здесь. В альтернативной энергетике нет данной специальности. Мы немного ошиблись, у нас немного презентации неправильно, скажем, в двух слайдах была написана. Данный факультет, да, действительно открылся именно в этом году и начинает уже в этом году, в это лето, да, первые дни работы, а также первый набор. Ребята, это очень актуальная тема будет. Ну, что из себя представляет научно-образовательный центр? Это, конечно же, научные исследовательские работы в области естественных наук, научных дисциплин и так далее. То есть, ребята, кто хочет заниматься наукой, действительно, после четвертого курса, либо сейчас нас смотрят студенты, кто хочет продолжить изучать науку, ребята, вам сюда. Так, в принципе, сейчас мы все рассказали про факультеты, про образовательные программы, трудоустройство и так далее. Более подробно мы напоминаем вам, ссылки в описании после нашей трансляции наши деканы организуют встречу с вами. Ссылку вы можете найти в описании под каждый факультет. Просто нужно нажать на ту или иную ссылку и уже начать встречу с деканом. Можете спрашивать у них очень много различных вопросов в траекториях, в дисциплинах и так далее. А мы перейдем далее. Если говорить про научно-технические ресурсы КБТУ, то давайте будем смотреть в реальность своими глазами. Реальность такова то, что мы не можем давать только теорию. Мы понимаем то, что практика очень сильно важна. То, что очень много ребят, приходя на работу, не имеют нужных скиллов в наше время. Потому что так или иначе вуз не смог дать ему практику. Поэтому в нашем вузе уже столько лет наш вуз оснащен этими лабораториями, этими научно-техническими ресурсами КБТУ. Здесь вы можете увидеть и лабораторию Honeywell, Emerson, наверное, вам знакомые компании эти. Ну и, конечно же, здесь находятся научно-технические ресурсы КБТУ в виде институтов различных. Во-первых, это Институт органического катализа и электрохимии, Институт инжиниринга и информационных технологий и, конечно же, Институт химических наук. Все это сделано для того, чтобы вы смогли уже в учебное время набираться практики, набираться производственных скиллов, чтобы, и, конечно же, использовать свои знания уже на деле, так говорится. Мы идем далее. Далее мы отвечаем на самый распространенный вопрос, наверное, про академическую мобильность и программы двойного диплома. Да, наш университет предоставляет возможность студентам обучиться за рубежом по двум программам. Получается, первый программ – это программа двойного диплома, второй – это академическая мобильность. Академическая мобильность – это когда студент едет на один семестр обучаться в университет, партнеры наши, которые указаны как раз-таки на слайдах. И еще также есть программа двойного диплома, когда ребята получают не только диплом КПТУ, но и диплом зарубежного ВУЗа. Стоит отметить, что академическая мобильность распространяется не только на наших студентов, но и преподавателей. Ежесеместрово, ежеквартально, ежегодно наши преподаватели также уезжают по академической мобильности набираться международного опыта, чтобы позже уже рассказать, показать вам все на деле уже именно своим студентам. Можно идти дальше. Сейчас мы расскажем про студенческий бизнес-инкубатор. Это КПТУ-стартап-инкубатор. Это место, где можно сказать, что все студенческие проекты проходят акселерацию. То есть здесь мы понимаем то, что в каждом из вас есть идеи. Есть какой-то проект, есть, возможно, социальный проект, экологический проект, стартап-проект, неважно. Мы понимаем то, что вы будущие работодатели. Поэтому как раз-таки у нас существует данный стартап-инкубатор для того, чтобы мы могли поддержать как раз-таки вашу стартап-деятельность. Возможно, у вас есть какой-то крутой проект по экологии, который решит все проблемы Алматы, да, экологические проблемы Алматы. Возможно, у вас есть какой-то гениальный IT-стартап-проект, который улучшит жизнь вообще во всем мире. Поэтому мы бы хотели вам помочь с этим, дать вам правильное направление, дать вам правильные практические и, конечно, теоретические знания. Именно для этого существует этот инкубатор. Мы идем дальше. Следующий мы хотели бы рассказать про стипендии имени Дениса Тена, так как многие у нас спрашивают, есть ли у вас стипендии, кроме стипендий госгранта, да? Да, у нас есть стипендия имени Дениса Тена. Денис Тен являлся магистрантом второго курса бизнес-школы КБТУ. В 2018 году мы присвоили имя Дениса Тена кинозалу КБТУ. И в 2019 году мы провели первый конкурс и выявили из них трех победителей. Самыми главными критериями это были, чтобы ребята занимались спортом, у них были свои достижения и умения. Также, вдобавок, про стипендию мы бы хотели сказать то, что не нужно ограничиваться стипендиями государства или даже одного университета. Если хорошенько прогуглить, то можно понять то, что в Казахстане существует очень много различных стипендий, на которые также можно подать заявление и быть обладателем данных стипендий. Для этого даже не обязательно нужно быть грантником. Даже будучи участником в платном отделении, вы сможете подать заявление на данные стипендии и стать их обладателем. Мы идем далее. Студенческая жизнь. Про студенческую жизнь можно рассказывать очень много на самом деле. В этом канале Ютубе есть как раз таки пару видеороликов про нашу студенческую жизнь. Можно сказать, что она очень насыщенная. Перед вами логотипы наших студенческих организаций. Их очень много по различным направлениям. Это спорт, футбол, баскетбол, волейбол и так далее. Это танцы, всеми любимые, правда? Это пение и так далее. Очень много различных клубов. А здесь мы уверены, что вы найдете себе компанию, найдете себе хороших друзей и, главное, друзей на всю жизнь. Ну и, конечно же, мы понимаем то, что студенческая жизнь не может быть только из учебы. Мы понимаем то, что вам нужно вдохновение откуда-то брать, правильно? Нужно откуда-то черпать энергию и разбавлять свои дни. Поэтому здесь есть очень много организаций, на которых вы сможете познакомиться с крутыми людьми и, конечно же, делать то, что вам нравится. И причем еще и развивать свое направление. Отвечая на самый главный вопрос, наверное, условия поступления на бакалавриат в этом году. В этом году у нас будет онлайн-подача документов. На данный момент мы тестируем уже нашу платформу. Мы ее запустим уже совсем скоро, со всеми шагами, как вы должны проходить. Получается, вы подаете документы онлайн. Далее, если вы еще не сдали наши внутренние тесты, то вы можете сдать их уже на нашей новой платформе. Далее уже мы онлайн будем заключать с вами договор. По поводу государственных грантов, мы пока что не знаем, какие будут даты в этом году. В прошлом году были с 13 июля по 20 июля. И также прием документов на платное отделение, он будет проходить 1 июня по 24 августа. Ну что ж, мы понимаем, что у вас сейчас родились очень много различных вопросов. Давайте мы закончим презентацию и начнем отвечать на них. Какие условия существуют, чтобы поступить на бакалавриат? Ну, во-первых, вам нужно сдать НТ. Мы все это очень прекрасно знаем. Сколько баллов набрать, к сожалению, мы не можем сказать. Вам нужно набрать минимум 50. Зачем? Затем, чтобы иметь возможность подать на конкурс грантов. А сколько уже именно набрать, к сожалению, мы это не решаем. И мы не знаем, какой будет пороговый балл. Чуть дальше мы покажем вам сложившиеся уже баллы проходные на все наши факультеты. Здесь мы, наверное, не будем прям конкретно все рассказывать, конкретно все уточнять. Можете просто заскринить. Здесь можно понять то, что чтобы участвовать на конкурсе или вообще иметь возможность поступить на хотя бы платное отделение, вам нужно набрать как минимум 50 баллов. А также, кроме ЕНТ, вы в обязательном порядке должны сдать наши внутренние тесты. Кстати, ссылка на наши тесты, кто еще не сдал, есть в описании под видео. Можете прям сегодня, сейчас пройти наши тесты. А также в актуальных сторис нашей инстаграм-страничке. Или на нашем следующем слайде. Действительно. Зачем еще нужно вообще писать этот тест? Он не влияет на гранты, ребята. На данный момент не влияет на гранты. Но зачем он нужен? Во-первых, он нужен для того, чтобы проверить уровень ваших знаний. Кому? Во-первых, вам самим. Мы понимаем то, что студенты на первом курсе, если нет надлежащего уровня языка, то обучение начинается очень сложно. И велика возможность получить ретейк. То есть уйти на летний семестр. Для того, чтобы таких случаев не случалось, ребята, вам сейчас же надо пройти внутренние тесты, проверить уровень знаний. И после этого мы дадим свою рекомендацию. И после того, как вы пройдете тест, вы уже будете знать, какой ваш уровень языка. И здесь мы хотели бы сделать поправочку. Научно-образовательный центр химической инженерии. Как вы видите, ЕНТ 50 баллов. Айлдс. Ребята, если у вас есть Айлдс, по данным направлениям здесь написано, сколько нужно набрать. Если у вас есть Айлдс, вы внутренний тест по английскому не сдаете. Его не нужно сдавать. Профильные предметы. Вот к чему хотели мы обратиться. Научно-образовательный центр химической инженерии принимает документы по профильным предметам химия и физика. Ребята, химия и биология здесь написано, но пока мы ее не утвердили. Оно еще в планах. Ребята, знаете об этом. Возможно, в этом году мы утвердим, внедрим, но пока официальной информации нет. Да, это еще не точно. Это еще не точно. В этом слайде мы просто показали, чтобы вы знали. Вдруг вы сейчас 10 класс и собираетесь химию сдавать. И, возможно, в следующем году мы уже внедрим. Вы сможете поступить на данный факультет по двум этим профильным предметам. Ну и, конечно же, по остальным здесь написано стоимость кредита. Надеюсь, вы понимаете сейчас. Ну, мы не будем углубляться в кредитную систему образования. Скажем так, один предмет может быть двухкредитным, трехкредитным, четырехкредитным. Это один кредит, это один академический час. То есть, сколько в неделю проходит обучение предметов. И, конечно же, здесь стоимость кредитов на каждый факультет. Вы можете увидеть. Ну, конечно же, это все очень интересно. Это все очень заманчиво. Но мы перейдем, наверное, далее. Вас еще ждут ответы на ваши вопросы и еще встречи с деканами. Так, здесь мы показываем QR-коды на как раз-таки наши внутренние тесты. Если у вас еще есть вопросы по внутренним тестам, обязательно пишите. Мы еще ответим повторно. Следующий слайд. Фокусные школы КБТУ. Нашими фокусными школами КБТУ являются НИШ, РФМШ, БЛИМИНОВАЦИИ, ЛИЦЕЙ, Школа Нурорда. Что такое фокусные школы? Это значит то, что мы даем возможность закончить обучение в КБТУ за 3-3,5 года. Это не значит, что вы поступите на второй курс. Ребята, мы не говорим, что мы вас зачисляем на второй курс. Чуть более подробнее вы сможете спросить у декана, как именно происходит обучение, трехгодичное обучение в нашем университете. Они вам расскажут, как происходит система перезачетов всех предметов, во-первых, система дополнительных обучений, возможно, и так далее. Сокращенное обучение для выпускников ОПЕК. Если сейчас среди нас присутствуют, среди зрителей и выпускников ОПЕК, то просим вас слушать внимательно. В 2018 году мы подписали договор о совместном сотрудничестве с ОПЕК Петротехник Колледж, который находится в городе Атрау. Что дает этот договор? Согласно данному договору, выпускники данного колледжа могут поступить в КБТУ по сокращенной форме обучения по родственной специальности на 2-2,5 года. Обучение будет проходить именно в городе Атрау, в здании ОПЕК, на платной основе. Вы также можете претендовать на корпоративные гранты от Казенеджи, но для этого вам надо будет сдать КТ по двум предметам. Если же вы хотите учиться у нас, в городе Алматы, в КБТУ, то вам нужно будет сдать ЕНТ с 5 предметами и уже учиться здесь 4 года. Тут на слайде у нас представлены три факультета. Первый факультет – это факультет энергетики и нефтегазовой индустрии. Снизу написаны, какие образовательные программы. Второй факультет – это факультет информационных технологий. И также научно-образовательный центр химической инженерии. Если у вас еще будут вопросы про ОПЕК, то вы можете внизу писать, мы на все эти вопросы ответим. Да, а мы идем далее. Сейчас мы расскажем вам, какие виды финансирования существуют в КБТУ, то есть как вы можете поступить в КБТУ. Во-первых, это госгрант. Как мы и говорили, вам нужно в любом случае сдать ЕНТ. И если вы сдадите очень хорошо и наберете высокие баллы, то велик шанс, что вы как раз-таки поступите на госгрант. Что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно, как я и говорил, сдать ЕНТ, сдать внутренние тесты. Внутренние тесты нужно сдать всем. Не без разницы, вы на платное отделение идете или бесплатное. На госгрант, после того, как вы напишите ЕНТ, получите сертификат, сдадите наши внутренние тесты, вы отправляете нам документы. Как раз-таки Асима рассказывала вам про платформу. На платформе у вас будет возможность зарегистрироваться, подать все документы. Так, да, я говорю. Опять же, повторяемся, если у вас есть IELTS, вам не нужно сдавать внутренние тесты. Вот. И после чего 13-20 июля пройдет принятие заявлений на грант в это время. В прошлом году это было с 13 по 20 июля, в этом году мы еще не знаем, пока МОНРК еще нам не сказали. Вот. В этот промежуток времени вы должны будете сдать все документы и, конечно же, написать заявление на грант. После чего пройдет конкурс и в числах 10 августа уже выйдут результаты конкурса грантов. И вы узнаете, стали ли вы обладателем, либо нет. Следующая возможность это гранты местных исполнительных органов для детей из многодетных семей или малообеспеченных семей. Ребята, мы понимаем, что такие дети есть. Мы понимаем то, что для них также нужно оказывать поддержку. Поэтому такие гранты существуют. Что нужно сделать? Нужно сделать все те же шаги, но уже иметь определенные документы. Внутренние гранты КБТУ. Внутренние гранты КБТУ это для тех, кто является победителями международных республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов. Ребята, в течение года КБТУ является, ну так скажем, финансирует некоторых обладателей призовых мест олимпиад и конкурсов. Также буквально в марте мы проводили свою олимпиаду. Олимпиаду, которую разыграли почти 9 грантов. Ну, очень много грантов. Это 100% скидки, это 50% скидки, это 25% скидки на все наши факультеты. То есть минимум на одном факультете был один обладатель нашего внутреннего гранта. Ребята, если вы 10 класс или 9 и так далее, то будьте в курсе событий. Ежегодно мы будем проводить данную олимпиаду и будем разыгрывать наши гранты. Это отличная возможность стать обладателем гранта. Это будет прекрасной подушкой для вас перед как раз таки конкурсом государственных грантов. И, конечно же, мы понимаем то, что вы можете участвовать в конкурсе наших юридических лиц, иных юридических лиц, с которыми мы сотрудничаем, с нашими, так сказать, партнерами. Одним из них является Казэнерджи, это компания, которая выделяет финансирование студентам, абитуриентам на обучение в нашем университете. Кому будет интересно, мы понимаем, что многим будет интересно, у нас на соц. странице есть вся информация про данные корпоративные гранты. Вы сможете перейти по ссылке и узнать все в описании их сайта. Там все подробно написано, что сделать, какие документы иметь, какие сроки подачи заявлений и так далее. Ребята, это отличная возможность получить корпоративный грант. По сути, это то же самое, что поступить на платное отделение, но просто вместо вас будет обучение оплачивать наш партнер. И все условия, все договора там уже у них на сайте все увидите. Ну и, конечно же, как физическое лицо вы сможете поступить на университет на платное отделение. Но не отчаивайтесь, если вдруг что-то не произошло, ну, если что-то пошло не так на ЕНТ, да. Мы понимаем то, что ЕНТ сейчас это, наверное, не показатель знаний. Это показатель ваших средних баллов на самом деле. Мы понимаем то, что многое может случиться на ЕНТ. Ну, наверное, шок, испуг, волнение и так далее. Просто неудача. Поэтому мы понимаем то, что ЕНТ не показатель знаний. И, ребята, к сведению всем, ежегодно, это не секрет, то, что у нас ежегодно, ну, как сказать, уходят от нас студенты. Немного, но все-таки уходят. Отчисляются по тем или иным причинам. Это семейные обстоятельства, иногда переезд в другой город, сложности в учебе. Да, и просто выбрал не ту специальность. С кем не бывает, правда? Вот. Поэтому и как раз-таки у нас освобождаются государственные гранты ежегодно. И на эти же гранты мы снова разыгрываем конкурс среди платного отделения. Поэтому у вас есть прекрасная возможность, будучи учащим на платном отделении, получить госгрант в следующем семестре или в следующем году. Что для этого нужно сделать? Просто иметь хороший, высокий GPA. GPA – это средняя оценка ваших предметов. То есть вам нужно просто хорошо учиться на платном отделении. Я не хочу сказать, что даже будучи на госгранте, вам нужно плохо учиться. Нет, ребята. Мы понимаем, и вы должны понимать, что средний аттестат, GPA – это очень важно при трудоустройстве, при выпуске и так далее. Поэтому учиться у нас в Кабуту тяжело, мы не скрываем. Учиться на английском тоже тяжело. Но все возможно, если вы действительно хотите учиться у нас, получить высококлассные знания, стать высококвалифицированным специалистом, то, в принципе, эта цель достижима. И, конечно же, мы готовы слушать каждого. Мы понимаем то, что очень много может случиться. Разные бывают ситуации. В принципе, мы готовы вас выслушать. Ну и сейчас мы подходим к нашим, наверное, самым каверзным вопросам, да? Про самые интересующиеся вопросы – это проходные баллы. Как я и сказал ранее, у нас… мы не знаем, какие проходные баллы будут в этом году. Мы не ставим эти пропороговые баллы. В 2018 году у нас были гранты общего конкурса. То есть это государственные гранты общего конкурса. И, в принципе, вы можете заскринить здесь проходные баллы в 2018. Еще три секунды, и мы перейдем далее. Здесь показаны сложившиеся проходные баллы на грант в 2019 году. Это уже у нас в 2019 году были целевые государственные гранты. Если кто не знает, пишите в комментариях, мы, наверное, ответим на этот вопрос. Вот можете заскринить, я как раз подвинулась, чтобы вам было видно. Смотрите, химическая инженерия и процессы, тут количество грантов там 50. 50 было выделено в прошлом году на данный факультет. И проходные баллы. На самом деле, будучи маркетологом и человеком, который изучает рынок ЕНТ, можно сказать, что в прошлом году был, наверное, один из самых слабых пороговых баллов ЕНТ. Если посмотреть на такие образовательные программы, как экономика, менеджмент, финансы, маркетинг и так далее, тут стоит 75, 75 и так далее. Ну, ребята, если вы посмотрите на остальные года, то увидите, что иногда это было и 130, иногда было и 120, иногда было и 115. То есть, что это говорит? То, что рынок меняется ежегодно. В прошлом году выпускалось более 140 тысяч человек. И только 117 тысяч человек подали заявление на ЕНТ. То есть, это говорит о большом оттоке студента. В этом году мы не знаем, как все это произойдет. В связи с пандемией может случиться многое. Поэтому, ребята, единственное, что мы можем вам сказать, это сдайте ЕНТ максимально хорошо. Возьмите себя в руки, перестаньте волноваться. Поймите, что ЕНТ, это, конечно, не предел достижений. Это не показатель ваших знаний. Но ЕНТ нужно на государственном уровне, на законодательном уровне, чтобы поступить вам в университет. Поэтому вам нужно набрать максимальное количество баллов. Сколько нужно набрать? 140. 140, и вы точно пройдете в наш университет. 130, ну, наверное, пройдете. Не хотим сейчас вам точно напрягать какими-то там определенными рамками. Ребята, сдайте очень хорошо. Подготовьтесь. Осталось всего немного уже через месяц. Пройдет судный день. И, наверное, покажет все, как есть. Но, опять же, если вдруг не наберете, если что-то произойдет, не отчаивайтесь. Это и не конец. Это далеко не конец. Вот. Ну и, в принципе, про проходные баллы мы вам рассказали. Кто успел заскринить, скриньте. Имейте, кто не успел. Если вдруг какой-то материал, какую-то часть презентации вы забудете или не заскринили, можете написать нам в Инстаграм. Мы вам обязательно вышли. Окей? Вот. Можно идти дальше. Здесь, ребята, контакты нашей приемной комиссии, телефоны. Можете записать, можете заскринить. Здесь почта, на которую вы также можете писать в рабочее время. Ребята, звоните, пожалуйста, с 9 до 6. По астанинскому времени мы работаем. Вот. И, конечно же, наш сайт. Ссылка на наш сайт здесь есть. Вся актуальная информация, которую мы сейчас рассказали, есть также на сайте. И, конечно же, подписывайтесь на наши аккаунты, социальные страницы в Инстаграм, в Фейсбуке, ВКонтакте. Первым делом все новости, все актуальные фишки, информацию, посты мы все выкладываем в наших социальных страничках, во-первых. Вот. И, конечно же, сейчас мы начнем продвигать наш Ютуб-канал. На Ютубе-канале будем выкладывать очень много интересных роликов, промо-роликов наших факультетов. Промо-роликов от нас, как поступить, как заполнить анкетку и так далее, это все будет в нашем Ютуб-канале. Так что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки и ставьте колокольчики. Вот. Чтобы быть всегда в курсе наших новых роликов. Ну, в принципе, вот. Мы показали презентацию о нашем университете. Мы рассказали вам про факультеты, про все-все-все. Все, сейчас мы перейдем к вопросам. Так. Конкурс мы проведем, наверное, после вопроса, чтобы все дождались. Итоги конкурса мы проведем после вопроса. Так, сейчас нам надо перелистать на самый верх, как же много комментариев. Так, 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 так. Как участвовать в конкурсном отборе на госгрант на бакалавр? Когда дедлайн подачи документов на бакалавр? Ребята, повторяемся еще раз. Чтобы участвовать в конкурсе грантов, вам нужно, во-первых, сдать ЕНТ. Это во-первых. Во-вторых, сдать наши внутренние тесты. В-третьих, пройти регистрацию на нашей будущей онлайн-платформе, вбить туда все свои данные, закрепить все нуждающие нас, вас, наше государство, документы и написать заявление, подать заявление в определенные даты, когда пройдет как раз-таки прием этих заявлений. Обычно это 13-20 июля, то есть это середина июля обычно. Недели, 10 дней дается для того, чтобы вы могли успеть подать документы. После этого в августе, примерно в 10-х числах, выходят результаты конкурса госгрантов. Вот и все. Так, идем дальше к следующему вопросу. Кабутултоп, если не учитывать, что там по сравнению с другими вузами очень старый вид. Ребята, да, наше здание очень старое, но оно имеет прекрасную историю. Это здание бывшего правительства нашего государства. Здесь когда-то подписывали Конституцию. Вот, у нас здесь находится кабинет самого Кунаева. Будучи студентом, наверное, мы еще покажем вам в будущем все наши кабинеты, все наши здесь исторически интересные места обязательно. Ну, когда вы придете в КБТУ, вы поймете, что такое находиться в историческом здании и учиться в нем. Здесь творится такая своя атмосфера. Так, мы идем далее. Можете, пожалуйста, как-то обычными словами объяснить разницу программ. Ребята, если вы имеете в виду разницу бакалавриат в магистратуру, то разница в чем? Бакалавриат – это, ну, так скажем, профессиональное образование, высшее профессиональное образование, которое, как бы, проходит в течение… Вы получаете бакалавриат, диплом бакалавриата за 4 года. Дальше вы сможете продолжить свое обучение и стать магистром наук. Про участие в нашем университете, да, в любом университете, наверное, есть магистратура. Вот. И после этого идет докторантура. То есть вы получаете степень ассоциированного профессора, вроде так. Вот. Если вы имеете в виду разницу между образовательными программами, то это к деканам. Сейчас мы закончим нашу трансляцию, вы перейдете к встрече с деканами, и уже более подробно они вам расскажут про все фишки образовательных программ и разницу между ними. А многие из вас просят прикрепить ссылку на декан на Фейни. Ребята, как только закончится наша эфир, мы обязательно его прикрепим, вы сможете пройти по этой ссылке, не переживайте. Да, буквально 10, 5-10 минут мы прикрепим ссылку в наше описание. Просто, ребята, не успели, честно. Так, не обязательно, так, IELTS нужно, чтобы поступить… А, нужно ли IELTS, чтобы поступить по быту? Ребята, IELTS не обязательно. Но если он есть, это круто. Это значит, вы можете не сдавать наши внутренние тесты. В предыдущем слайде, в слайдах мы показывали, какие были пороговые IELTS-показатели для того, чтобы не сдавать наш келет. Так, примерно сколько баллов нужно на нефтегаз, на грант? Ребята, мы уже отвечали на этот вопрос. Мы не знаем, сколько примерно надо. Ну, примерно 140. Вот. Лето покажет, на самом деле. Ну, а пока, ребята, настраивайтесь на максимум. Так, можно ли использовать результат Duolingo English Test Certificate вместо IELTS? Ребята, к сожалению, нет. Но мы запишем этот вопрос, обсудим руководство, и может, какие-то изменения будут. Так, идем далее. На каких языках проходят пары? Как мы отмечали ранее, у нас полное поле языча, ребята. Здесь обучение проходит на английском языке. Конечно же, не будем сейчас вас пугать. Учителя тоже люди, тоже понимают, что у кого-то разные уровни языка. Поэтому иногда они, конечно же, вы можете спросить, если что-то будет непонятно, они могут вам уточнить на вашем языке, о котором вы говорите. Так. Тут вопрос про целевые гранты. Будут ли они у нас? Ребята, мы пока не знаем, какие у нас будут гранты. Будем ли мы участвовать в общем конкурсе, или у нас будут целевые гранты. Как только информация появится, мы вас обязательно всех проинформируем на наших социальных сетях и, конечно же, на сайте. Поэтому не переживайте. Ребята, чтобы быть в курсе всех новостей, реально, просто подпишитесь на нашу страничку. У нас также есть телеграм-канал. Телеграм-канал – это очень крутая вещь, которая позволяет вас уведомлять, нам уведомлять вас. То есть, как вы знаете, там приходят уведомления, да, каждому. В принципе, если будете подписаны на все наши социальные странички, вы будете в курсе всех новостей. Ну и не забывайте читать новости в Министерстве образования. Есть прекрасный сайт тест-центра, да, национального центра тестирования. Там тоже очень много интересных новостей. Вот. Чтобы быть в курсе событий, чтобы понимать, что вообще нужно делать, чтобы понимать, как вам приготовиться к ЕИТЭК, зачислению и так далее, следите за новостями. Это очень супер важно. Так, мы идем далее. Сдача теста онлайн, про которую говорили обязательно. И идет следующий вопрос. Это онлайн-экзамены пробные. Реальные экзамены нужно будет сдать уже летом, да, это вопрос. Ребята, эти тесты вы можете сдать онлайн. Ссылки есть у нас в Инстаграме на страничке и также на сайте. Только что мы еще показывали у нас в презентации. У вас будет три попытки, да, еще раз скажем. Эти тесты сдают все. И математику, и английский. Если у вас в Сайлс, вы английский не сдаете, да. У вас будут три попытки, самую высокую из них мы вам засчитаем. Вы можете сдать онлайн, еще раз повторюсь. Так, какие у нас еще есть вопросы? Здравствуйте, есть ли ссылка на факультет энергетики? Да, скоро будет. После трансляции мы обязательно уставим. Как подать одновременно на госгрант и целевой? Ребят, целевой грант, это и есть государственный грант. Вы, наверное, имеете в виду общий конкурс, да, и целевой грант. Если вы участвует в целевом гранте, то, допустим, если нам вдруг выделят целевые гранты, то вы можете отметить нас, а потом уже остальные вузы отметить, которые участвуют в общем конкурсе. Да, сейчас давайте мы коротко расскажем, в чем разница целевого госгранта и общего конкурса. Смотрите, целевой госгрант, это тот же самый госгрант, что и госгрант общего конкурса. Разница в чем? Здесь нет разницы в стипендии. Стипендии одинаковы для всех. Разница в том, что гранты общего конкурса выделяются на всю страну, на каждую специальность. То есть выделяется, выбирается одна определенная специальность и выделяется определенное количество на всю страну. И дальше проходит конкурс. Что такое целевой грант? Целевой грант выделяется на университет. Это тот же самый госгрант, но просто он выделяется в определенный университет. Определенное количество грантов просто приходит в один университет. В этом университете обычно не бывают гранты общего конкурса. В чем разница? В том, что на гранты общего конкурса вы можете подать с любого университета нашей страны. То есть, будучи в Семипалатинске, в городе Атарау, в городе Кустана и так далее, вы можете подать на эти гранты с университета, который находится у вас в городе. То есть, чтобы поступить на целевой грант, вам нужно приехать именно в этот университет, который вы хотите, и именно в этой приемной комиссии оставить свои документы. Вот и вся разница. Общий конкурс можно подавать с любого города на целевой грант, нужно приехать именно в этот город, именно в этот университет и оставить документы и заявления здесь. Как делать? Вот, Асим объясняла. Да, то есть, при заявлении вы просто отмечаете целевой грант. Вы приходите в этот университет, где есть целевой грант, заполняете заявление и первыми специальностями заполняете именно специальности целевого гранта этого университета. А после можно остальными строчками указать образовательные программы общего конкурса. То есть, придя, допустим, если у нас будет целевой грант, вы можете через нас подать в любой другой университет общего конкурса. Вот и все. Тут как раз вопрос идет, по данной теме можно ли указать Астана IT и КБТУ вместе. Если у нас будут целевые гранты, то нет, вы не можете указать, вы выбираете либо КБТУ, либо Астана IT, либо МУИТ. В прошлом году был такой конкурс. В целевом конкурсе участвовали мы, Астана IT и МУИТ. Тогда вы должны были выбрать только один из трех вузов. Есть ли какие-либо привилегии РФМШ, Ниши и Котелла? Как мы отмечали в презентации, для вас есть возможность получения диплома по трехгодичной системе образования. Если я сдавал математику зимой, баллы засчитают. Вопрос, да? Да, если вы сдавали зимой, мы вас посмотрим по базе, вы нам напишите фамилию, имя, мы вас посмотрим по базе и скажем. Если вы есть там, значит, вы сдали тест. Да, ребята, все наши тесты сейчас доступны онлайн. Мы повторим все еще раз. Все наши тесты доступны онлайн. И ссылка сейчас находится в описании. Вы также можете уже сегодня подать заявление на поступление в наш университет. И ссылка доступна сейчас тоже в описании. Зачем он нужен? Чтобы мы начали с вами отрабатывать уже этапы поступления в наш университет. В условиях пандемии сейчас очень важно заранее предпринять все эти шаги. Почему? Потому что позже уже будет очень все, как сказать, будет хаос, да, просто. Когда все начнут поступать, все начнут спрашивать вопросы. Так что, ребята, обезопасьте себя. Сейчас же вы можете подать заявление. Мы посмотрим. И после этого уже сможем с вами отрабатывать все дальнейшие этапы поступления. То есть это заполнение платформы и так далее. Нужно ли сдавать внутренние тесты по математике в ВБШ? Ребят, эти тесты сдают абсолютно все факультеты. И математику, и английский язык. Так, сколько кредитов в каждом факультете? Ну, ребята, смотрите. Нет такого, сколько кредитов в каждом факультете. По, так сказать, образовательным правилам, по закону, все наши студенты должны получить от 126 до 140 кредитов. Кажется так. То есть за 4 года вы должны столько кредитов изучить. Вот. Так, идем дальше. Эти онлайн-экзамены пробные, реальные экзамены? Нет, ребят. Все те тесты, которые у нас есть, это не экзамены. Мы не называем их экзаменами. Это тесты. Тест, это значит, мы вас тестируем. Проверяем ваши уровни знаний. Да, они не пробные. Они уже идут в зачет. У вас есть целые 3 попытки. То есть 3 попытки по английскому и 3 попытки по математике. То есть вы можете первый раз дать, второй раз дать, третий раз дать. И лучший из трех попыток будет учтена при поступлении. Сложно ли учиться в Кабуту? Кому-то сложно, кому-то нет. Но, в общем-то, сложно. Но каждому, так сказать, кто хочет действительно учиться, обучение проходит легко на самом деле. Так, идем дальше. Тут вопрос про фокусные школы. Если они переходят на второй курс, будет ли у них посвящение? Ребят, вы также у нас, да, можно сказать, первоши, да, наши новые студенты, обязательно вы все будете участвовать в посвящении, если оно, конечно же, будет... Да, и опять же, вы поступаете не на второй курс, ребята. Это тот же самый первый курс. Мы не говорим, что мы вас зачисляем на второй курс. Вы просто получаете сокращенную программу образования. И на первом курсе вы также будете участниками посвящения. Так, когда уже можно будет сдавать келет? Как я и говорил ранее, как мы и говорили ранее, можно уже сегодня, можно сейчас. Так, 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 так. Ребята, если у вас есть вопросы, сейчас самое время написать, потому что мы идем уже в самый низ нашего чата. Тут у вас прям общение пошло, мы смотрим между собой. Я, как понял, в этом году проходной балл ЕНТ по каждому факультету станет еще больше. Еще раз повторимся, мы не знаем, какие будут проходные баллы. Это зависит от того, как именно ваш поток сдаст ЕНТ, с какими баллами, да, вы к нам придете в ВУЗы. Поэтому мы пока не знаем, какие будут проходные. Проходные, они станут известны только уже после распределения грантов, когда весь конкурс закончится, результаты вы только тогда вы сможете увидеть проходные баллы. Двойной диплом на всех факультетах. Ребята, программа двойного диплома в Международной школе экономики – это, ну, обязательная часть программы. То есть, поступив в МШЭ, вы обязательно должны будете пройти данную программу. Но у всех наших факультетов есть возможность пройти программу двойного диплома. Но это уже не обязательно. То есть, будучи нашим студентом, любого факультета у вас будет прекрасная возможность и пройти академическую мобильность, то есть, уехать за рубеж учиться на семестр, на два семестра, на год, на лето, на летние курсы, языковые курсы. И, конечно же, программа двойного диплома по желанию. Что для этого нужно сделать? Просто иметь хороший GPA и вовремя написать заявление как раз-таки на данные программы. Ох, как много вопросов пошло. Так, 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 ё-моё. Так, сколько времени дают в внутренних тестах? Откройте, увидите. У вас целые три попытки, ребята. В принципе, там час и 40 минут. А, нет, там час и час. Куда прикрепить сертификат ILS? Пока, сейчас не надо никуда его прикреплять. Скоро у нас будет готова платформа и туда их как раз-таки прикрепите. Так, 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 какой проходной балл килет? Смотрите, проходного балла как такого нет. Просто вам нужно сейчас сдать его и проверить уровень своих знаний. Если вы увидите, что он низок, то есть вы сдали, ну, не очень тест или плохо даже, то, скорее всего, вам нужно сейчас же предпринимать какие-то действия и записаться на курсы. К слову, с 1 июня мы запускаем свои курсы английского языка онлайн. Стоимость курса это 20 тысяч тенге, то есть, ну, в принципе, очень дешево на самом деле. Что это за курсы? Это курсы по подготовке английского языка в нашем университете, то есть, именно в обучении в нашем университете. Кому нужны эти курсы, внизу есть ссылка на онлайн заявление, то есть, на онлайн подачу заявления, это регистрация как раз-таки на поступление, как мы и говорили ранее. Там есть определенный пункт, где можно указать то, что вам нужен курс английского языка. И позже, чуть попозже, мы свяжемся с вами и обсудим все детали. Вот. Так, расскажите, пожалуйста, про мейджор и майнер и возможность участия в конкурсе на двух факультетах. Смотрите, вы можете участвовать на конкурсе грантов в двух факультетах, да, вы можете на четырех попробовать поучаствовать. Сколько у вас есть полей в заявлении, столько вы сможете участвовать. Просто дадут ли вам возможность ваши профильные предметы. Вот в чем вопрос. Вот. Это во-первых. Во-вторых, мейджор и майнер. Да, у нас есть мейджор и майнер. Допустим, что такое мейджор? Это та основная образовательная программа, на которую вы поступаете. Допустим, вы поступили на информационные системы. После двух лет обучения вы можете взять дополнительные, ну, как они, не дополнительные, а не основные. Это программы кредиты майнера. То есть, это дисциплины, которые, так сказать, вы можете взять с наших других факультетов. Что из этого получается? Получается это то, что студент развивается в различных направлениях. Допустим, вы поступаете на ИС, а позже берете дисциплины с той же бизнес-школы. Допустим, с маркетинга, да? То вы будете айтишником со знаниями, некоторыми скиллами маркетолога. Вот. Это и есть мейджор и майнер. То есть, это возможность получения, так скажем, основной профессии, плюс к ней еще дополнительные. В тепломе так и пишется, кстати, мейджор и майнер. Насчет того, на какие факультеты, да, действует трехгодичное обучение для фокусных школ. Действует на все факультеты, кроме КМА, кроме Казахстанской морской академии. Так, внутренние тесты проводятся онлайн только в этом году. Нет, ребята, теперь онлайн-тесты будут проводиться ежегодно. Но с 2019 года мы ввели эту систему, и теперь мы бы хотели бы, как бы, облегчить вам жизнь, да, так сказать. И, в принципе, вы можете, сидя дома, проверить сейчас свои знания английского языка или математики. Сдают ли ниш английский язык, да, английский, математику? Да, да, внутренние тесты. Да, ребят, да, на данный момент, да, вы все сдаете. Если вдруг отменят, то мы вас всех уведомим. Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы по баллам кембриджского сертификата принимать ваш английский язык. Сейчас рассматриваем все критерии. Если вдруг что-то изменится, мы вам все расскажем обязательно. Но пока на данный момент вы все сдаете все экзамены. Да, здесь очень классный вопрос про общежитие. Кому дают? Общежитие доступно всем. Всем нашим иногородним студентам. И также международным студентам. У нас есть дом магистрантов и студентов. В нем проживают все наши студенты. Это наше общежитие. Мест очень много, доступно всем будет. Стоимость, ну, в районе 20 тысяч тенге. Какие комнаты там есть? Ну, комнаты там есть, где одна местная комната, двухместная комната, трехместная комната и так далее. Цена варьируется как раз от количества мест в комнате. Оснащена она полностью Wi-Fi. То есть у вас будет возможность спокойно учить свои уроки, делать домашние задания, делать лабораторные и практические задания. И также все условия для проживания. Это и, как сказать, и спортивные площадки, да, где вы сможете заниматься. И, в принципе, и Wi-Fi, и кухня, и все там будет. Все сделано для того, чтобы вы могли комфортно проживать в общежитии. К слову, сейчас в Алматы, если искать другие, иные варианты проживания, первые на ум приходят квартиры. Квартиры сейчас в Алматы, ну, в режиме карантина стоят дешево, но карантин обязательно снимут в скором времени. И цены вернутся. А цены, ну, это очень дорого снимать квартиру, особенно если вы один. С друзьями еще как-то можно найти квартиру, но все равно, ребята, квартиры бывают разные. Старые, новые и так далее. Цена все равно неприлично дорогая. Еще одно большое но, то, что многие хозяева квартир, если эта квартира, ну, так скажем, новая, да, с ремонтом, то обычно хозяева не допускают студентов в эти квартиры. Вот так вот скептически относятся к студентам. Так что самый лучший вариант, это остаться в общежитии в нашем студенческом доме. Все условия есть, а главное, он, в принципе, очень близок. То есть это 15 минут на автобусе, минут 30-40 пешком. То есть можно, в принципе, утром выходить, днем, вечером прогуляться перед парами, после пар, подышать свежим воздухом, пройтись пешком. Вот. Сам университет находится в центре города. Здесь находится Арбат. Очень много интересных различных мест, очень много интересных молодежных мест. Так что в этом районе квартиры стоят очень дорого. Поэтому вам придется, если вы будете искать квартиры, скорее всего, вам придется искать вдалеке квартиры. И добираться в Алматы по утрам на различные дистанции, на, как сказать, дальние дистанции, это очень сложно. Поэтому самым лучшим решением будет это общежитие. Еще хотелось бы сделать объявление для иностранных абитурентов. Совсем скоро мы уже будем проводить Олимпиаду для вас, для иностранных абитурентов. Мы сейчас заканчиваем некоторые доработки и скоро всю информацию вам объявим на наших социальных сетях и на сайте. Поэтому ждите новостей, обязательно подписывайтесь. Данная Олимпиада вам даст возможность выиграть скидки на обучение. То есть 100%, 50%, и 30% скидки на обучение в КБТУ. Про конкурс Казэнерджи, как поступить и так далее, и так далее. Серик Булатов напишите нам, пожалуйста, в Инстаграм, да, в Дайрект. Мы вам скинем ссылку на сайт Казэнерджи. Там буквально все дословно прописано, что и как, и все условия, и их еще контакты. Так, нужно ли сдавать Kelet, если есть IELTS? Повторяемся еще раз, если у вас есть IELTS, вам не нужно сдавать английский язык. Так, ребята, давайте еще 5 минут позадаем вопросы, и мы сделаем отчет по конкурсу нашему Инстаграм. Так, если партнеры университета примут нас на стажировку, то будет ли это проходить в местных филиалах компаний? Обычно, да, ребята, это проходит в местных филиалах компаний. Но бывают и случаи, когда, допустим, наши ребята являются уроженцами таких городов, как Трау, Актау и так далее. Обычно есть филиалы именно в тех городах, и, в принципе, можно пройти стажировку в тех городах. Первый курс обучения проходит, так скажем, практику в университете. Это учебная практика для всех первых курсов. Длится она не так долго, как производственная. Уже со второго-третьего курса вы проходите производственную практику, и проходит она уже в наших компаниях-партнерах, либо в компаниях, которые вы уже сами зарегистрировались, договорились, подали заявку. Вот, это про стажировки. В чем суть онлайн-теста по математике? Есть вопросы. Вы пройдите этот тест и поймете всю суть нашего теста. Опять же, этот тест нужен для проверки уровня знаний по математике. Вот и вся суть этого теста. Во-первых, он нужен для того, чтобы вы себя проверили, готовы ли вы обучаться на первом курсе КБТУ. И, во-вторых, для нас, в какую группу у вас зачислить, какую рекомендацию дать, и как сделать так, чтобы вы на первом курсе не провалились и получили достойное образование, и получили максимально качественно все, восприняли информацию, ребята. Вот для этого нужны эти тесты. Еще раз повторяю. Ребята, давайте еще две минуты, и мы начнем делать результаты в конкурсе Инстаграм. Так, подарки у нас готовы? Готовы? Ну что ж, ребята, пожалуйста, ответим, нужно сдать онлайн. Да, Ниш, я уже ответила вам на этот вопрос, мы уже вам ответили. Вы сейчас должны, да, вы должны сдавать тесты и по математике, и по английскому языку. Пока ничего не отменили. Если вдруг отменят, да, то мы вам все скажем. На данный момент вы должны сдавать и математику, и английский язык. Если у вас есть IELTS, то, следовательно, вы английский не сдаете. Что делать с результатами внутренних тестов? Вам отправлять или нет? Нам система автоматически отправляет все ваши результаты. Ничего нам отправлять не надо. Когда вы будете поступать, заполнять заявление, заполнять заявку, форму и так далее, там уже как раз-таки нужно будет ваши результаты внутренних тестов. Вот и все. Также вам должна прийти рекомендация от нас, прийти, вроде как, должен прийти сертификат на почту. Если его нет, проверяйте спам, там все приходит, ребята. Стою мотанно, стопал. Ребята, нет смысла нас обманывать. Почему? Потому что, опять же, этот тест нужен не нам, а вам. Если ваш уровень ненадлежащий, то вам будет очень сложно начать обучение. Если будут какие-то проблемы, то, опять же, велика вероятность получения ретейка. Ретейк – это очень сложно. Это вам придется летом опять проходить ту же самую дисциплину заново все 15 недель и обратно сдавать все рубежки, сдавать все экзамены, сдавать все сессии. Это очень трудно, это очень не очень, так скажем. Когда летом приходится учиться, когда все отдыхают, а вы учитесь. Поэтому, чтобы не допускать вот таких вот провалов на первом курсе, мы внедрили эти тесты, чтобы вы могли себя проверить заранее и подготовиться заранее. Внутренние гранты, ребята. Чтобы поступить на внутренний грант, еще раз повторяюсь, вы должны хотя бы участвовать на наших олимпиадах, либо на республиканских государственных олимпиадах, в которых мы присутствуем. То есть мы ежегодно выделяем гранты на некоторые республиканские олимпиады. Если вы станете призером этих олимпиад, то вы сможете стать обладателем наших внутренних грантов. Внутренний грант – это 100% скидка на обучение. То есть если вы не сможете поступить на госгрант, у вас будет сертификат, который позволит вам учиться на платном отделении со 100% скидкой. Так, пришлите, какие требования нужны для выпускников РФМШ и НИШ. Можете опубликовать в сайт или в Инстаграм. Ребята, для вас определенных, как бы, особых требований нет. Позже вы увидите нашу платформу и там все поймете. Когда будете заполнять, когда вы берете свою школу, у вас уже все автоматически будет. Вы уже все поймете. То есть для вас особых требований нет. Кроме того, что мы проводим некоторые тесты в нашей факультете среди ваших школ для перезачета некоторых предметов. Но это проходит через ваших профориентаторов, через ваших заучей и так далее. В открытом доступе информации сейчас нет, но мы возьмем заметку. Если что-то будет интересное, то обязательно мы выложим. Так, 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 так. Ну что ж, ребята, давайте закончим нашу трансляцию. Да, уже очень много людей вышло. Ну что ж, переходим к конкурсу Инстаграм. Сейчас мы сделаем результаты, выберем наших трех победителей, выдадим им наши подарки. Подарки нужно будет забрать, когда вы придете в наш университет. Как вы поступите или просто придете в наш университет, нужно будет обратиться в приемную комиссию, сказать, что вы были обладателем, победителем того-то, того-то конкурса, и мы передадим ваши подарки. Сейчас отправлять вам будет очень сложно, ребята. Поймите нас, поймите себя. И давайте начнем. Давай, Сема, я буду вот так вот сейчас, смотрите. Давай. Мы буквально, вот реально, чисто рандомно выберем трех наших победителей. Сейчас я открываю, вам видно, не видно? Сейчас я сижу в Инстаграме и открываю комментарий. Что я буду делать? Я буду просто свайпать комментарии вверх-вниз, вверх-вниз, и когда Сема скажет стоп, я, так скажем, ткну пальцем на экран, и так выберется наш первый победитель. Поехали? Поехали. Ну что ж, круто. Все зависит от меня, ребята. Да, кручу, верчу, запутать. Да, стоп. Так, первым победителем в нашем конкурсе Инстаграм стала девушка под никнеймом Жан, нижнее подчеркивание, К, точка, нижнее подчеркивание. Жанка, поздравляем вас. Давайте зайдем в ее профиль, мы уже познакомимся даже. Жанна. Поздравляем вас с выигрышем. Так. Что даем? Да, что даем? Мы даем один подарок. Да, вот, давайте. Вот Жанне у нас есть вот такой классный подарок. Так, смотрите. Жанна, для вас у нас приготовлено... Вот видно, не видно? Вот, приготовлено вот такой классный свитшот. А придете в приемную комиссию, заберете. Поздравляем вас. Если вы тут есть, напишите, если вы тут есть. Вот. Вот. Так. Мы переходим далее. Открываем обратно комментарии. Так. Ну что ж, поехали. Асима, я жду ваших приказов. Стоп. Так, стоп. Я не знаю, правильно я прочитал или нет. Я не знаю. В общем, Angel with a shotgun. Адилова Диана. Поздравляем вас с... С выигрышем в нашем конкурсе. Мы дарим вам вот такой замечательный... Как это? Что это? Блокнот. Это блокнот, да? Ежедневник, я хотел сказать. Ежедневник для вас. Очень классный. Здесь ткань. Необычная картонка. Очень гибкий. Эта штука будет для вас очень полезна в первом курсе. Потому что заметок нужно очень много записывать. Нужно запоминать. Мозги у нас, мы знаем, не компьютеры, к сожалению. Вот. Поэтому, чтобы он вам служил. Служил вам с гордостью. И чтобы он был вам действительно полезен. Вот это очень полезная вещь. Так. Идем дальше. Идем дальше. Можно, пожалуйста, парни? А, все, понимаю. Так. Ну и последний победитель. Последний победитель у нас для этого особого победителя. У нас особый подарок. Давайте пойдемте дальше. Ой. Закрыл комментарий. Так. Сейчас. Нет, случайно закрыл комментарий. Открою их заново. Так. Так, 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 так. Все, поехали. Так, так, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Стоп. Д, нижнее подчеркивание, мусин. Так, Дильшат. Дорогой Дильшат, поздравляем вас с этим крутым подарком. Вот такой у нас имиджевый подарок, не знаю, видно или нет. Это очень классная штука для Алма-Аты. Почему? Потому что погода в Алматы это что-то с чем-то. Меняется каждую секунду, сейчас неделю будут идти дожди. Это просто незаменимая штука, да еще и с логотипом КБТУ. Пусть все в округе знают, что вы являетесь студентом лучшего технического вуза в Казахстане. Вот, Дильшат, поздравляем вас, как будете у нас в университете, мы обязательно выдадим ваш подарок. Вот. А чтобы не выглядеть как Мэри Поппинс, мы ставим обратно этот прекрасный зонтик на место. У нас остался еще один подарок, давайте тоже, да, разрешаем? Да, у нас есть еще один подарок. У нас остался еще один подарок, мы его дополнительно принесли, мы знали, что... Да, участников очень много, поэтому у нас есть еще один подарок. Не последний оказался Дильшат. Давайте, поехали, раз-два, 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 раз-два. Стоп. Стоп. Так, Данна Ай. Дан, там, Д, точка подчеркивания, А, точка... В общем, Данна Ай. Май нейм из Додди. Хаюхай. Хаюхай. Додди, поздравляем вас с подарком. Для Додди у нас вот такие замечательные надстенные часы. Чтобы вы не опаздывали на пары. Чтобы вы никогда не опаздывали на пары, чтобы у вас было всегда время под рукой. Вот. Классная штука для дома, для вашей квартиры будущей. Если вы будете здесь, возможно, даже в общежитии вы будете пользоваться данными часами. В общем, вот. Ну что ж, ребята, это все. Спасибо, что вы до конца остались с нами. Сейчас начнутся трансляции не здесь, не здесь. Есть онлайн конференции с нашими деканами. Откуда взять ссылку? Ссылку можно найти в описании под видео. Откройте описание. Там есть на каждого ссылка, пароль и так далее. Сейчас уже можете начинать заходить. Но с деканами мы договорились, что в промежутке 3.30 до 4.00 часов они должны будут открыть конференции. Сейчас время 3.23. Мы уложились как раз таки вовремя. Вот. Если конференция не открывается, значит декан все еще не открыл конференцию. Вам нужно будет дождаться. Максимум в 4 часа они уже начнут свои конференции. Так что не расходитесь далеко. Сейчас вы можете пойти, расслабиться, почитать книги, поиграть в какие-то игры, посмотреть фильм, сериал и так далее. В 4 часа, максимум в 4 часа они уже начнут. Сейчас уже можете переходить. Возможно, сейчас они могут начать трансляции. Ссылку по ИНИ мы сейчас добавим, ребята. Ссылку факультета энергетики и нефтегазовой индустрии сейчас мы добавим. Дождитесь немного. Вот. Спасибо большое всем, что вы есть. Спасибо, что вы досидели до конца. Ждем вас летом. Всем пока. Всем пока. Просто будьте в курсе всех новостей. Все, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok